Всем привет! Вы на канале Электрик Перми. Мы занимаемся электромонтажными работами в городе Перми, а также сборкой и продажей электрических счетов по всей России, отправляемых в другие города транспортными компаниями. Сегодня у нас будет видео о том, как сделать вечную коробку. Разумеется, ничего вечного не бывает, и под словом «вечная» я имею в виду, что она прослужит не меньше, чем срок эксплуатации самого электрического кабеля, которыми выполняется электромонтаж. Мне все еще часто пишут в комментариях, что зачем вы сделали коробки под натяжной потолок, а если к ней нужен будет какой-то доступ, а если в ней что-то случится, так вот я скажу, что если коробка сделана нормальная по всем правилам, по всем ГОСТам, то в ней ничего не случится и ничего с ней не будет. Делайте коробки так, чтобы с ними ничего не случилось, и закрывайте их потолками, либо штукатуркой, чем-то еще. Есть специальные ГОСТы для электрических соединений, которым не нужен доступ и не нужно никакое обслуживание. Там именно идет речь о соединениях, сделанных сваркой, пайкой и опрессовкой. Сварку мы не используем в своей работе, но по ней мы снимали видео. Я показывал, как делается сварка и рассказывал, почему я не хочу ей пользоваться. Если интересно, можете сходить и посмотреть. В этом видео я расскажу, как сделать коробку на потолке, которой не нужен будет доступ, который вы делаете один раз и просто про нее забываете. Покажу два варианта. Вариант с пайкой и вариант с опрессовкой. Так, вот наша коробка. Тут у нас три кабеля. Это розеточная коробка. Тут получается у нас три на два с половиной. Кабели используем ВВГ, НГ, ЛС, которые можно прокладывать без гофры по негорючей поверхности. Убираем первичную изоляцию, зачищаем, то есть кабели. Можно делать это с трипером. Можно и обычным канцелярским ножом. И разрываем, чтобы не надрезать, не повредить внутреннюю изоляцию. Но с трипером прикольней, потому что либо тут ровные получается, либо тут крявые. Но в принципе не суть важна. Если вы делаете это один раз для себя, можно сделать ножом. Но бывает еще только кабель вонючий, пока партии попадется, что он просто не зачищается с трипером. Так, потом, получается, разводим жилки, поскольку эта коробка розеточная, делаем все по цветам. То есть синий к синему, желто-зеленый к желто-зеленому, белый к белому. Можно использовать стяжки для того, чтобы поровнее все это дело было. Потом их откусить, например. Можно не использовать. Но в случае с опрессовкой лучше использовать, чтобы их зачистить стриппером на одном расстоянии. Защищаем. Делаем скрутку. Можно делать шуруповертом, можно руками. Если делаете руками, то сложить нужно. Вот так вот получается в треугольничек их загнуть буквой Г и крутим. Вначале держим. Для чего держим? Для того, чтобы вот здесь изоляция не была перекручена. То есть, если вы хотите, грубо говоря, там добавить какую-то розетку, как многие пишут, если делаете скрутки, как потом что-то добавить? Да, сама скрутка это не разборное соединение. Ее разбирать нельзя. Но вы должны сделать так, чтобы вы могли обрезать, еще раз зачистить и скрутить. Так, обрезаем кабель резами. Сейчас покажу еще более близко. Более близко на синем проводе. Делаю новую стяжку. Так, если мы их сложим в линию, вот так вот. Ну хреново, новая скрутка получится. Я уже проверял это много раз. Я вот именно так складываю, чтобы они были таким треугольником. Может вам сфоткать, конечно. Загибаем, держим и закручиваем. Разумеется, так просто их нельзя оставлять без дальнейшей обработки, поскольку это не соответствует соединению, которому не нужен доступ. Мы, если делаем скрутки, то их обязательно пропаиваем. То есть, дальнейшая обработка у нас в виде пайки идет. Должен сказать, что с недавних пор пайки земляных контактов, то есть, вот этих почему-то стало запрещено. Честно говоря, я не понимаю, почему, поскольку, я не знаю, уже десятилетиями электрики паяли, и все было можно, и вдруг законы физики поменялись, что ли, или что. Но в любом случае я не могу пропагандировать то, что, скажем так, запрещено. Или, по крайней мере, я должен об этом предупредить, что такой закон есть. То есть, мы уже официально не можем сделать скрутку, допустим, земли и пропаять ее. В общем, не будем рассуждать, почему. И как, хотя, если вы знаете, пишите в комментариях, пожалуйста. Только не надо писать какой-то бред, что это увеличивает сопротивление пайка, что там окисляется, что-то еще у нее происходит. Сопротивление у вас никак не увеличится, поскольку вы паяете уже скрученную скрутку. Грубо говоря, у вас получается параллельное соединение. А при параллельном соединении, те, кто в школе учился, знают, что сопротивление меньше наименьшего. То есть, больше, чем сопротивление скрутки, оно уже никак не получится, только если меньше. На ПЕ я покажу опрессовку. Также зачищаем сразу три проводника. При опрессовке это особенно актуально, поскольку нам важно заводить их в гильзу, и чтобы изоляция была на одинаковом расстоянии убрана. Значит, мы зачистили, теперь надеваем сюда гильзу. Это у нас шестая гильза, но сразу говорю, шестая это не квадрат, не какой-то свой стандарт, иначе бы в шестую гильзу никогда бы не влезло три жилы два с половиной квадрата, само собой. Будь это квадратом. Вот тут понимаешь, насколько важно зачищать провода стрипером. Потому что тогда они проще залазят, потому что они ровнее. желательно до самого конца затянуть. В принципе, если не затянете прямо на всю эту, тоже не страшно, просто термоусадки придется одеть больше. Прессуем с самого начала, то есть от изоляции идем вниз по гильзе. Гильза должна быть обязательно плотно забита проводами. То есть, если у нас есть какое-то свободное место, то мы должны его дозабить проводом. Сейчас покажу. У нас вроде как все вплотное, но все-таки я постараюсь туда полторашку запихать. Провод полтора квадрата. Если он не залезет, то точно все окей. Я не могу запихать. Все вплотную. Теперь будем прессовать. Прессовать будем точкой, но сделаем не одну точку, а штуки 3-4. Обычно так делаем. Тут у нас получается нумерация гильз. Сзади не смотрите на эту нумерацию, это уже какой-то японский стандарт, как я понял. Вот здесь у нас наши российские гильзы. Причем мы используем гильзы КВТ и клещи КВТ, чтобы точно все нормально подходило. Нам нужно получается от 4 до 6, поскольку у нас гильза 6. Так, берем гильзу. Берем гильзу и прессуем. Берем гильзу и прессуем. Сделаю 4 раза, а потом в четвертом вместе отрежу кабелерезами и на айфон попытаюсь сфотографировать, чтобы видно было хорошо. Фотографию вставлю в видео. Вот, смотрите, как они тут, можно сказать, все перемешались. Это уже что-то на уровне диффузии у нас получается. Те, кто в восьмом классе учились в школе, на уроке физики должны знать, что это такое. Вот, я считаю отсоединение тоже очень надежное, не менее надежное, чем пайка. Но мы его не используем по ряду заморочек, но все равно подольше это. Что бы там кто ни говорил, это подольше, чем сделать везде скрутки, обмакнуть их СКФом и потом пропаять. В общем, как-то так вот. Кроме того, у вас с собой должен быть просто мешок этих гильз. И не дай бог у вас где-то они закончатся и из этого встанет работа. Их не на каждом шагу купишь, скажем так. Вот, потом, плюс у опрессовки какой? Не нужно никакого электричества. Бывает там, допустим, мы монтажем, напарник у меня там ковыряет щит. Вот, я бегаю, доделываю монтаж. И чтобы пропаять скрутки, нужно электричество. В случае с опрессовкой оно не нужно. Так, начинаем пайку. Те же, чем паять скрутки, используем спиртовой раствор канифоли, СКФ. Это просто спирт и сосновая канифоль. То есть не надо его смывать, ничего не будет с скрутками. Многие умники говорят, что все равно смывать надо. Перестраховщики. Но я скажу так, спирт у вас испарится моментально. А если сосновая канифоль даже какая-то не сгорит, то, блин, это просто смола. Что она сделает металл? А вот кислоты использовать нельзя. Типа можно, но потом смывать. Но я хрен знает, как вы ее смоете идеально. Пайку, разумеется, делаем в толстых перчатках и очках. Так, макаем. Много раз уже рассказывал про свой паяльник. Это обычный паяльник-топорик 200 ватт, который мы увезли токаря. Они нам сделали отверстие тут фрезой. Она у нас играет роль ванночки, в которую мы засовываем уже наше олово. Это пост-60, по-моему, у него марка. В общем, ничего особого. Все очень просто. Ну, хотите, ссылку на него оставлю в описании или там артикул куда-нибудь оставлю. Делать коробки, которым не будет доступа, можно не только за потолком, но и в стенах. Более того, я скажу, что заказчики очень часто хотят коробки сделать так, чтобы их не было видно. Спрятать стену, замазать штукатуркой или заклеить обоями. Это можно делать, но если у вас коробка сделана пайкой, сваркой или опрессовкой. И ни в коем случае нельзя, если она на обычных сизлах или вообще на каких-нибудь клеммниках. Как это чаще всего и бывает, но обычно это никого не останавливает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, зато до упора все дотянулось. Так, сейчас мы их добьем. Оно еще легко влезет Так еще мне кажется влезет Вот это уже с трудом Дай мне десятку Тяжеловато, но обжимается Такой букетик у нас получился Лишнее обрезаем Все Теперь так всю коробку Стяжками уже все стянули Дальше будем Изолировать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такие коробки Вы можете прятать и за натяжной потолок И за штукатурку И за обои На этом у меня все Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Всего доброго Заходите в MainStu Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok